Вот как подвигнуть вот таких людей, у которых все хорошо, изменить свою жизнь? И надо ли им изменять свою жизнь? И ведь потом мы же знаем, что вот богоискательство и обращение к Богу, оно иногда не очень гармонично проходит. И как бы внешне гармоничная жизнь изначально, она вдруг приходит в дисгармонию. Вот как тут быть? Вы знаете, когда проповедовал сам Христос, то далеко-далеко не все слушали Его, шли за Ним, и тем более соглашались с Ним. Так что рассчитывать на то, что каждый человек заинтересуется вот этим основным вопросом нашей жизни, зачем я живу, без которого невозможно ответить на вопрос, на тот, если мне хорошо сейчас, то зачем мне что-то другое искать? Так вот, целый ряд есть людей. Если этого вопроса для человека не существует, то очень трудно его подвигнуть к какому-то исканию, к какому-то чтению, к интересу. Но если у человека что-то все-таки там шевелится внутри, в душе, то поговорить об этом, наверное, стоило бы. И стоило бы поговорить, наверное, с таких позиций. Он говорит, что сейчас мне все хорошо, но он же знает, что каждый рожденный приговорен к смерти. Во-вторых, он знает, что никто не знает, к какой смерти. В-третьих, когда он говорит, что меня устраивает моя семья, особенно, или, как многие говорят, мой смысл жизни в моих детях, то приходится невольно задать им вопрос. Какое страшное слово вы произнесли? Как бы вы назвали того человека, который бы говорил, пламенно говорил, что он любит своих детей, допустим, так, и послал бы их на верную, неминуемую смерть? Что бы вы сказали тогда об этом человеке? Он бы, наверное, отшатнулся в ужасе. А на самом деле, что такое смысл жизни в моих детях, например? Ты разве не знал, что, рождая ребенка, ты приговорил его к смерти? Это ты называешь любовью? Это ты называешь смыслом жизни? Вот это одно из таких очень важных положений, которое должно задуматься, должно заставить задуматься человека. Можно ли назвать, я назвал самое главное, мой смысл жизни в моих детях? Для тех же людей, которые просто удовлетворены своим, кажется, настоящим состоянием, здоровьем, материальным положением, социальным, то неужели не хватает ума у человека понятия, что во мгновение ока, неизвестно по каким причинам, все это может измениться. Один сосудик лопнул, и что все твое благополучие? Будь ты кем угодно, каким угодно миллиардером, будь какая угодно у тебя семья, а ты лежишь в параличе. Как-то прочитал один миллиардер. Его питают, он бедный, болен раком, горло. Его питают жиденькой пищей, ложечкой туда. Ох, какой замечательный смысл жизни. И никто не застрахован. Ни от каких болезней, ни от каких несчастья, и вообще ни от каких треволнений этой жизни. Поэтому, когда слышишь вот такие вот заявления о том, что мне все хорошо, и мне больше ничего не надо, то уже смотришь на него, он в своем уме или нет. Что за странность? Ты разве знаешь, ты сейчас лег здоровым, а ты уверен, что проснешься таковым же. Ты пошел на работу, ты уверен, что ты вернешься с нее. И так далее, и без конца. Это взгляд на жизнь, я не только примитивный, это какой-то слепой, неразумный, рискую сказать, безумный. Поэтому главным вопросом, без решения которого человек никогда не может сказать, что вот я удовлетворен, и больше мне ничего на свете не надо. Это вопрос, на который надо ответить. «Зачем я живу? Зачем мы живем? Зачем живет все человечество? Каков смысл этой жизни, если эта жизнь кончается смертью?» Каков смысл? И здесь принципиально два ответа. Принципиально, в которых есть нюансы, но ответа только два. или есть вечность для человеческой личности, то есть есть душа, есть бессмертие, есть Бог. И тогда я понимаю, в чем состоит смысл моей жизни. И если это тем более вечность, которая, как говорит христианская религия, что это не просто вечное какое-то странное бытие, а это бытие блага, бытие такого блаженства, перед которым даже все земное ничто. И если хотите, можно хотя бы такое сравнение сделать. Скажите влюбленному, в чем его счастье, в чем его смысл жизни, что ему нужно, нужно ли ему еще что-нибудь. Скажет, ничего. Ничего. Ромео и Джульетта, Руслана и Людмила, Аида. Да Господи, князь Серебряный, возьмите Алексея Константин Толстого. Посмотрите эти вообще старые романы. Они великолепно описывали. Описывали эту человеческую любовь и показали, что очень важно. Когда в человеческом сердце это есть, все, ему больше ничего не надо. Так вот, христианство говорит о том, что смысл человеческой жизни как раз заключается в том, чтобы достойно войти в ту вечность, где человек будет преисполнен этой любовью. А возьмите противоположный теперь второй вариант. Нет Бога, нет души, нет вечности. Я живу один раз, и моя жена, и дети, и все на свете живут один раз, и все человечество живет один раз, и в конечном счете, как твердо говорит наука, твердо, человечество как биологический вид смертно. Так? Скажите тогда, зачем я живу? Какой смысл в этой жизни? Какой смысл, самое главное, в чем? Никакого, просто жить. В добре и... Просто жить. В самом процессе жизни. Говорят эти люди. Ну, в отношении самого процесса жизни мы уже поговорили. Мы не знаем, что будет в следующей минуте. Мы не знаем. Если бы мы, конечно, все время находились вот в том здоровом благополучии, здоровом и физически, и социально, и материально, ну, можно было бы еще как-то говорить, кто нам гарантирует. Разве мы не видим на своих друзьях, своих знакомых, по прессе, по телевидению, разве мы не видим, как во мгновение ока все переворачивается. Сегодня он в славе, завтра его в землю закапывают. Это же безумие. Так вот, а если поэтому смысла в этой жизни нет, если это мое благополучие, что называется, на острее каком-то, так, который вот-вот, и я упал неизвестно куда, неужели человек не должен задуматься, тогда зачем же все это существует, и какой смысл? Если он задумается, вы упомянули о богоискателях, действительно, очень многие, кто действительно серьезно задумывался над этим вопросом, они приходили к одному выводу – или есть Бог, или бессмыслица. Кстати, многие, для которых этот вопрос стал ребром, кончали даже жизнь самоубийством, когда они не смогли убедиться в том, что есть Бог. Многие же приходили к убеждению в бытии Бога, и потом на личном, религиозном опыте убеждались, что действительно Бог – это реальность, духовный мир – это реальность, и реальность – преисполненное благо, а не чего-либо другого. Ну, вот так, в общих чертах, я мог бы сказать и об этом ответить на такой вопрос. То есть, в принципе, если вот так очень обобщить и сказать одной фразой, то это, наверное, будет звучать как момент о море, память о смерти. Да, я вас понял. Она может быть очень разная. Для одного человека, для неверующего, само воспоминание о смерти – это ужас и отчаяние. Я все теряю здесь и навеки вечные. Ведь что говорит атеизм? Верь, человек, что вечная смерть тебя ожидает. Изумительно. Изумительно просто. А есть и другое понимание. Помните о смерти. Когда с точки зрения того, что я смертен, я начинаю уже по существу осмысливать и понимать, понимать всю свою жизнь, всю свою деятельность, все свои нравственные и безнравственные поступки. Я начинаю понимать, что совесть – это не абстракция, а действительно голос истины. если хотите, как в народе говорят, голос Божий. Вот так, я полагаю, можно бы, можно бы, так сказать, реагировать на подобного рода вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова